здравствуйте дорогие друзья это очередное видео сирены сегодня мы будем делать браслет рубиновый очень красивый оригинальный браслет с плетением все мы в детстве плели фенечки из бисера я думаю этот самый примитивный вид плетения знаком абсолютно всем и сегодня я покажу вам как его это использовать с помощью наших из привычных инструментов использовать это в дизайне браслетов и колье вот у меня такая большая бусина агата форме сердце браслет у нас будет очень сегодня романтичный вот у меня два тросика а вот я всегда отрезаю побольше потому что плетение занимает много нити отнимает и я вставляю в середину бусину вот так вот это будет выглядеть вообще а такие браслеты с плетением я предпочитаю высчитывать сразу и начинать скрепления колота потому что тогда будет возможно хорошо затянуть нить и будет видно как продвигается дизайн у меня такие бусины рубина форме тыквы резные бусины тонированные из индии хорошего качества но минус в том что у них очень маленькие отверстия вот такой вот замочек лобстер фурнитура у меня сегодня стерлингового серебра вы можете взять любую такие вот шарики колечки остальная фурнитура у меня будет посеребренная это у меня подвеска silverfield наполненная серебром с кристаллами в виде сердца использовать мы будем как шарник чтобы подвесить возле замочка вот такие вот бусины вот такой форме плетений ну плюс да буду добавлять серебристые серебряные шарики фурнитуру мы посмотрели тут я думаю все будет понятно теперь стоит перейти к началу нашего дизайна вот так вот у нас будут располагаться бусины примерно один сегмент будет как три бусины в длину вот так я буду просчитывать это конечно очень приблизительно лучше взять линейку пока нет глазомера профессионального ну вот я использую наш органайзер для размера которая вам уже показывала ну примерно вот это обхват руки можно взять линейку просто отмерить свой обхват руки и так как вам удобно вот приблизительно мы сейчас подумаем сколько сегментов нам нужно можно с помощью линейки можно так кому как удобно любом случае это очень приблизительно даже с помощью линейки браслеты я предпочитаю делать немножко поменьше чем обхват для того чтобы они подошли под любой размер я ориентируюсь на обхват запястья 16 половиной потому что людей с таким обхватом запястья достаточно много и всегда проще добавить обхват чем уменьшить его ну вот так примерно я прочитала что у нас по бокам будет по два сегмента плюс замок сейчас я просто закреплю колод и крим и начну нанизывать бусины проблема моих бусин в том я именно захотела сегодня такой дизайн с романтичной такой тематикой но дырочки индийских бусин а как правило очень маленькие и иногда очень сложно найти бусину в которую влезут сразу два тросика тут приходится постоянно подбирать если вы используете допустим бусины агата у вас не будет такой проблемы сейчас завяжу узелок ну вот я сделала колодку это у нас начало нашего дизайна и нанизываем первую бусину первая пошла теперь я сюда добавлю две серебряные бусины центр в центра в браслете может и не быть я делаю свой собственный дизайн вы свой собственный я просто показываю вам плетение самое простейшее вы можете для первого раза вообще центр не делать чтобы не заморачиваться особо с тем как оформить бусины у центра просто сделайте вот такое плетение теперь смотрите кто никогда такого ничего не делал вставляете один тросик в дырочку и в противоположную сторону другой тросик вот так и теперь нужно просто стянуть еще раз показываю вставляем и в ту же сторону откуда вышел первый тросик вставляем второй ну и вот так натягиваем такие браслеты часто делаются на леске на прозрачный чтобы не видно было в уголках тросика от меня его не видно потому что я использую серебряные бусины леску я не люблю потому что она часто лопается особенно если вы крепите с помощью колотов которые имеют острые уголки и часто просто перетирают леску металлизированный тросик очень прочный долговечный он не рвется и не режется чтобы его порвать нужно просто только разрезать ножницами руками и его не порвать и он не перетирается много я снова перепробовала и остановилась все таки на тросике нить я тоже не люблю даже в несколько слоев учитывая что до прочности нужно использовать несколько нитей они во все бусинки они пролазят вот это вот снигают проблемы а тросик имеет несколько видов толщины даже самые тонкие бусины с самыми тонкими отверстиями всегда можно подобрать тонкий тросик ну вот смотрите еще один сегмент я сделала по бокам бусины и возле каждого центра я использую металлические бусинки вы можете взять бисер например ну какие-то маленькие бусины и тогда по бокам не будет видно основы нити не будет видно ну вот так натягиваем как следует чем мне еще нравится тросик тем что он заламывается то есть он не вылазит как леска например которая вся пузырит дизайна не видно все это вытянуто а если тросик хорошо стянуть он вот так форму и держит так теперь я просто посадила посередине сердечко вот у меня по бокам видно тросик он у меня серенького такого цвета его почти не видно можно было бы там обыграть его с помощью еще мелких бусинок я этого не буду делать у меня серебряная дорогая фурнитура и мне как-то так больше нравится что вот был акцент на лишневый цвет я продолжу работу именно так и потом посмотрю нравится ли мне результат то есть такой формы серединки браслета у меня еще не было фигурной вот и я просто сделаю такой эксперимент то есть возле большой бусины у меня металла нет на тонкий кончик сердечко я просто посадила бусинку и два металлических шарика и теперь разделяю нити на каждую нанизывая по одной вишневой бусине бусинки эти называются рубиновыми сейчас рубины очень много поделывают сложно сказать на самом деле что это может быть это просто хорошего качества нефрит не прессованный просто покрашенный рубиновый жад так называемый возможно но стоят эти бусины очень дорого однозначно они тонированы индусы красят как и китайцы абсолютно все даже то что не нужно красить хотя я предпочитаю чтобы лучше пусть бусина будет бледной но естественного цвета но не объяснишь продавцам этого всего они все равно все красят помните мне как я использовала рубин для литотерапии положила его на солнечное плетение на живот минут на 15 и после этого живот приобрел малиновый оттенок вот так вот изощренно покрасили камень так еще один сегмент я сделала сложно натягивать и на камеру показывать потому что тут извините вот так получается бусинка две металлические бусинки две большие бусинки потом еще две металлические и фиксируем центральной бусиной и вот так вот она сегментами идет короче одна сторона короче другой на несколько бусинок но это ничего страшного поскольку у меня будет одна сторона удлинена и украшена шармиком большим поэтому будет сбалансирована у нас обе стороны просто одна будет более тонкая шармиком а другая потолще с бусингами ну увидите в конце как это будет так сегменты у нас достаточно большие иногда из-за сегментов очень сложно скорректировать размер особенно если уже центр вот мы от него отталкиваемся по обе стороны если добавить одинаковое количество сегментов браслет будет слишком большого размера либо напротив слишком маленького если один сегмент с одной стороны убрать поэтому я ровняю длину с обеих сторон за счет например длинной цепочки с каким-то шармиком либо за счет какого-то коннектора то есть будет какая-то асимметрия такая дизайнерская если у вас бусинки мелкие то тут будет гораздо проще а вот с крупными иногда очень это очень усложняет сам дизайн усложняет корректировку размера я помню была из очень больших бусин у меня браслет был на очень большое запястье получился до сих пор не нашлось ему владельца потому что там обхват на 18,5 мало женщин с большим запястьем таким обычно там 17 самый популярный обхват 17,5 там как у меня ну где-то от 17 до 17,5 это самый ходовой размер так последнюю бусину я не протягиваю а просто насаживаю на две нити сразу это вот у меня конец браслета нам потому что нужно посадить колод сверху и всегда кончик браслета вот такой заостренный так проще всего начинать и заканчивать браслет знаете серединка мне понравилась как она выглядит бусинка хорошо крутится при этом не деформируются нити как-то не выворачивается ничего но это уже в процессе работы будет видно как она будет выглядеть мне нравится что бусина крутится потому что у нее разный рисунок по обеим сторонам это у меня агат вены дракона я сейчас просто зафиксирую нити как я обычно это делаю с помощью кримпа и узелка вот и сейчас мы перейдем к креплению замочка и самое интересное это конечно подвеска для чего все это затевалось весь наш урок это для того чтобы показать что можно плетение обычное использовать для браслетов из натуральных больших бусин вот чтобы вы это усвоили технику плетения я уверена вы все знаете хотя бы раз сталкивались хотя бы раз что-то такое делали вот и также хотела вам показать как использовать вот такие шармики маленькие подвесочки что с ними можно сделать так вот я на запястье сейчас прикину вот видите сколько мне остается то есть это у меня идет браслет в среднем на 16 даже где-то на обхват 16 то есть на маленькое запястье естественно я добавлю цепочку чтобы оно могло где-то до 17,5 и до 17,7 где-то до востребованного размера дойти что я делаю с шармиком это у меня даже не шармик это подвеска я снимаю бейл он у меня разъемный мне очень повезло вот что у меня разъемный бейл в готовой подвеске но мне он не нужен нужно чтобы было такое колечко если бы он у меня был не разъемный мне бы пришлось ломать сам бейл а так он мне еще пригодится я его отложу хорошего качества вот там толстый слой серебра сверху вот и теперь маленькими колечками я удлиню браслет особенно с той стороны которая у нас короткая вот она будет удлинена визуально за счет вот такого дизайна с подвесочкой у меня большинство браслетов вот такие с плетением немного асимметричные все браслеты с центром вот я как-то стараюсь так чтобы цепочка была красиво украшена и как-то не было бы видно что он у нас разный немножко с двух сторон получился но с большими бусинами всегда так запястье очень ограничено в обхвате любое и особо не разгуляешься в дизайне как хотелось бы как в ожерелье например вот ожерелье вы хотите точно симметрично с обеих сторон вот вы сделаете на один цегмент больше но немножко длиннее будет ожерелье а в браслете так нельзя так лобстер я подцепила вот и с другой стороны установила колечко сейчас я посмотрю сколько еще колечек мне добавить на замочке лобстера я добавила несколько колечек как бы удлинила ту часть которая была короче вот вы же видите что она короче теперь я цепляю за колечко подвеску и вставляю ее рядом с замочком ну вот через одно колечко например и получается что у нас браслет а симметричный но две стороны у нас одинаковые как бы длины просто асимметрично оформленные смотрится это очень как бы логично и аккуратно в конце в итоге кажется что вот такой вот дизайн так было и задумано либо я просто добавляю одну бусинку на пине на гвозике как бы продлеваю это уже по ходу работы смотрю как будет красивее здесь я немножко добавлю цепочку так ну буквально несколько колечек повторяю цепочка она не вытягивает дизайн браслета она вот кажется ну просто такая воздушная невесомая и невидимая особо но когда вы на эту цепочку с чего-то нацепляете это сразу как-то вот браслет сам по себе дизайн вытягивается нацепляете ну скажите что с одной стороны он длинный за счет бусин с другой бусиной плюс там украшены в виде цепочки грозди или чего-то там и длина по обеим сторонам как-то становится одинаковой визуально если плетение и центр есть то часто очень сложно сделать абсолютно одинаковую длину с обеистелл будет либо сильно большой браслет либо слишком маленький а вот таким вот хитрым образом можно как бы придумать вот такой асимметричный дизайн спереди будет одинаковое плетение а сзади будет вот такая цепочка красиво украшенная вот такая вот хитрость небольшая так ну браслетик готов дорогой серебряный рубиновый браслет в романтичном стиле с шикарной подвеской с кристаллами прекрасный романтичный подарок для девушки мужчинам советую прикупить для своей любимой такой браслет а женщинам сделать на подарок своей подруге племяннице обычно молодые особы в восторге от таких вот браслетов романтичных и изящных но при том достаточно крупных потому что бусины у нас используются большие браслет сразу становится видным вот это же все таки не бисер и бусины натурально очень интересно смотрится мы обязательно с вами вернемся к дизайну плетения это была только наша с вами первая проба плетения и мы еще обязательно над этим поэкспериментируем вот бейл я не выбрасываю он мне еще обязательно где-нибудь пригодится вот и вот такая вот форма плетения надеюсь она вам пригодится и вы тоже сможете создать что-либо подобное ну что ж с вами была сирена наслаждайтесь финальными фото всем привет до свидания и